Доброго утра и хорошего настроения! На помощь Артему приходят волшебные спички, которые он обнаруживает в невидимом шкафчике в школьной раздевалке. Стоит сломать одну и любое желание исполнится. За действиями героя наблюдает таинственная девочка в красном платье, хранительница этих самых спичек. Поскольку российский прокат по понятным причинам в 2022 году не богат на фильмы со спецэффектами и красивой графикой, правда надо понимать, что здесь графика по качеству тянет примерно год на 2010, детям будет интересно посмотреть волшебников. Однако взрослых заинтересует разве что актерский каст, а именно работа Александра Яценко. Он играет папу Тёмы, дизайнера, рисующего оформление для видеоигр. И хоть Яценко не прыгает выше головы, а работает в привычном имплуа добросердечного тюфика, зато смотрится в этой роли более чем естественно и органично. Еще одна неплохая актерская работа – Стася, в исполнении начинающей, но уже востребованной актрисой Ангелины Стречиной. И надо отдать ей должное – сестра Тёмы гораздо больше похожа на живого подростка, чем сам главный герой. Яков Трескунов, которому досталась главная роль, копирует некоторое поведение и манеру старшего брата Семена, но не обладает его харизмой. В итоге Тёма выглядит персонажем деланным и фальшивым. Впрочем, все остальные школьники в «Волшебниках» тоже вышли не слишком убедительными. На современных детей они не похожи, и дело тут совсем в неправильном подборе актеров, а скорее в том, как прописаны их персонажи. Создается ощущение, что сценаристы приклеили классические ралашевские шаблоны, например, задира, умник и так далее, но напрочь забыли о характерах. Кроме того, создатели заложили в «Волшебников» какой-то странный смысл и сомнительные моральные ценности. С экрана прямым текстом говорят, что Тёма – мальчик щедрый, хотя вся его щедрость – это пицца для одноклассников и вложение в улучшение эстетической стороны сестры. Цена и того, и другого – одна спичка. Довольно циничные финалы вообще сообщают зрителям, что в целом положительным персонажам разрешено превращать надоевшую сестру в ящерицу. В итоге получается история персонажа, который хочет поступать как лучше, но всё ещё не застрахован от обычных ошибок. В какой-то момент герой даже цитирует дядю Бена из «Человека-паука» и размышляет над фразой «Чем больше сила, тем больше ей ответственность». Ну, так или иначе, «Волшебники» – это трогательная и наивная история о силе и опасности желания. И сходить с ребятишками в кино очень даже стоит. Тем более, что просмотр доступен и по пушкинской карте. А сейчас я предлагаю вам ознакомиться с трейлерами фильмов, которые стартуют сегодня в югорском кинопрокате. Это драма «Новенький», триллер «Покерфейс» и историческая драма «Пётр I. Последний царь и первый император». Сейчас на глазах приземлённой публики произойдёт совращение новенького Макса старенькой ночи. Главный вопрос – куда пропал Максим? Они говорят один и точек текст, и у них есть одна общая тайна. Выпинлился. Прям бомбить с него. Ты его на поляну пригласил. Ты что думаешь? Я не знаю, что ты целый год к новенькому подказываешь, глазки ему срышь и штанов выпрыгиваешь, чтобы ему понравиться. А вот с тобой бы я, может, пригулялся. Слышь ты, новенький, пять дней прошло, и всё безрезультатно. Землю, Родину, найдите мне этого плетнёма. Добрый вечер, господа. Я буду вашим крупье. Техасский холдом победителю всё. Слушай, Джейк, ты точно хочешь сделать всё именно так? 25 миллионов на кону. Кто эти парни? Мои друзья детства. Хочу их немножко взбодрить. За нас. Сыграем в покер. Давайте развеем скоку и поднимем ставки. Петрушин, сынок, ты ещё совсем дитя. Но на тебя ложится огромная ответственность. Быть царём. Это значит принять свою судьбу в нужный момент. Если вы не согласны со мной, хотите обсудить новые фильмы, оставляйте свои сообщения на страницах программы «С 7 до 10» в социальных сетях. Всем приятного просмотра. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...